Счета за газ от России, война нового типа, возможность запрета коммунистической партии Украины. 13 мая, итоговый выпуск новостей на главкоме в студии Татьяна Кулик. Здравствуйте. Представитель так называемого народного ополчения Донбасса Сергей Сдрилюк, оперативный псевдоним Абвер, заявил, что в ближайшие дни начнет зачистку Украины от немецко-фашистских захватчиков. С его словом, Стрелкова взял на себя командование в борьбе с фашизмом на всей территории Украины и не только Украины, но и мира. Лично я дал команду кошмарить все блокпосты украинских войск до тех пор, пока они не соберут весь свой личный состав и не отправят их вместо постоянной дислокации, сказал Сдрилюк. Абвер сообщил также, что не согласовывает ряд приказов со Стрелком, командующим сил Донецкой Республики. По его словам, в понедельник он выдвинул ультиматум Ринату Ахметову, если он не примет сторону народа Украины, то будет объявлен врагом. Также Сергей Сдрилюк называет себя гражданином и патриотом Украины. Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Тручинов, угрожает запретить коммунистическую партию Украины. Об этом он заявил сегодня, во время заседания парламента. По его словам, он владеет доказательствами причастности коммунистов к содействию террористам на востоке и юге Украины. Также Тручинов пообещал передать имеющиеся у него материалы на рассмотрение Министерству юстиции, которое и может принять решение о запрете деятельности КПУ в стране. Это заявление стало ответом на выступление с парламентской трибуны лидера коммуниста Симоненко, который обвинил действующую украинскую власть в убийствах и терроризме по отношению к пророссийским сепаратистам. Российский газовый монополист «Газпрома» выставил нафтогазы Украины. Предварительный счет за июнь в размере 1,66 миллиарда долларов. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов с его слов. Сегодня «Газпром» направил официальное уведомление нафтогазы Украины о переходе на авансовую оплату поставок газа в соответствии с пунктом 5,8 контракта от 2009 года. С учетом выходных дней компания должна оплатить этот счет до 2 июня и начиная с 3 июня будет получать газ для поставок потребителям Украины только в оплаченных объемах, добавил Куприянов. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в случае, если Украина не оплатит июньские поставки, то «Газпром» до 10 часов утра 3 июня уведомляет украинскую сторону о том, какой объем газа будет поставлен на Украину в соответствии с предоплатой. По словам Миллера, если предоплата не поступит, то, соответственно, на Украину в июне будет поставлено 0 кубометров газа. Депутаты Киевсовета Причем срок полномочий избранных на них городского головы и депутатов столицы по действующей редакции закона о выборах составит около полутора лет до очередных местных выборов, которые будут проводиться в октябре 2015 года на территории всей Украины. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль считает, что Россия готовила не один год военную операцию против Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Я думаю, что на это ушел не один год. Те, кто готовил эту операцию, не надеялись, что вооруженные силы Украины выполнят те задачи, которые они выполняют, сказал министр. Также Коваль отметил, что Россия ведет против Украины войну нового типа. Таких войн в мире еще не было, с его слов. Военные ученые вам это подтвердят, что это война нового поколения. Фактически соседняя страна развязала против нас войну, отправив сюда специальные диверсионные отряды, которые не готовятся за один день. Кроме того, он добавил, что воевать с Россией непросто еще и потому, что на Украину напало соседнее государство, которое является одним из трех гарантов безопасности Украины. Такого еще в мировой практике не было. Мы ожидали, что Россия будет защищать нас, если кто-то будет зариться на нашу территорию, отметил Коваль. И также он подчеркнул, что украинские военные оказались в нестандартной ситуации, поскольку были готовы к отражению открытой агрессии противников, а столкнулись с другими реалиями, когда противник прячется за спинами гражданского населения. Война ведется не по правилам, сказал министр. Украина и Европейский Союз подписали меморандум о предоставлении нашей стране кредита в размере 1 миллиард евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет. Меморандум подписан во время совместного заседания Украинского правительства и Европейской комиссии, которая проходила под председательством премьер-министра Украины Яценюка и президента Еврокомиссии Борозу. Первый транш будет выделен после ратификации документа Верховной Рады Украины, второй по результатам оценки выполнения программы кредитования. Напомним, марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 миллиардов евро, из которых 1,6 миллиардов кредиты. В ней входит 1 миллиард евро, который предоставляется в соответствии с подписанным сегодня меморандумом. 1,4 миллиарда помощь. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет 5 миллиардов евро. И еще 3 миллиарда поступят от Европейского инвестиционного банка. И еще одно сообщение. Сегодня на Уколице села Октябрьское, что в 20 километрах от Краматорска вследствие атаки террористов погибли 6 военнослужащих вооруженных сил Украины, 8 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимтюк сообщил, что украинские силовики попали в засаду под Краматорском. Таким был сегодняшний день. Продолжайте следить за новостями на Главкоме и всего доброго.